В современном быстром темпе жизни писать стихи можно. В метро, машине или поезде время для творчества есть всегда. Накануне Всемирного дня поэзии, который отмечают 21 марта, Люберецкие авторы рассказали нашему корреспонденту, когда и как пишут стихи. Услышать ангела вдали, услышать, что мне шепчет бес. В дороге приходит вдохновение. Андрей Бабин по призванию поэт, а по должности водитель в Люберецком роддоме. Творчество с работой совмещает легко. Люди вокруг и весь мир вдохновляют Андрея на создание новых произведений. Это помогает как раз, потому что вот успокоение внутреннее, вот эта устойчивость, что я работаю в хорошем месте, с хорошими людьми и очень важным делом занимаюсь, это самое главное. Потому что это же детская больница, это же роддом, это люди, которые пришли за помощью к нам всем. Художников слова в Люберцах немало. Одна из них Дина Бахтеева. Как и Андрей, стихотворение зачастую пишет в пути, по дороге домой. Вдохновение приходит не по расписанию, поэтому под рукой всегда есть телефон или блокнот. Меня вдохновляет все. Окружающий мир, природа, люди. Это может быть какая-то вот маленькая деталь. То есть вот два слова в песне буквально, и ты думаешь, ого, это же надо. То есть рождается некая искра. Из нее рождается идея. Поэзии и увлечения Дины не ограничиваются. Ей нравится собирать коллекционные иностранные монеты, путешествовать по миру, вышивать, фотографировать пейзажи. Времени хватает не только на самореализацию, но и на семью. У меня есть дочка. Да, она очень с интересом относится к моему творчеству. Ей очень нравится, конечно, когда я пишу только про нее. Она постоянно пытается в книгах найти то самое стихотворение, где про нее. Ей там, видимо, так очень льстит. Дина уже издала собственную книгу. Помогли в клубе люберецких городских поэтов «Старый кот». Здесь ее первые слушатели и критики. Я не хочу, чтобы кто-то слышал, как сердце все трещит по швам. Но в этом виноваты вы же. Я только шла навстречу вам. Клуб «Старый кот» появился два года назад. В его составе около 150 человек из разных сфер деятельности и разного возраста. Каждую неделю участники собираются в центральной библиотеке, читают стихи и обсуждают предстоящие мероприятия. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следуетありがとうございます. Продолжение следует.